Имена и судьбы людей на гранитных плитах Аллеи Славы. И это только те, о ком известно. Много больше безымянных героев, чью мирную жизнь оборвала одна из самых трагических вех в истории нашего Отечества. И все же ни одна жертва не была напрасной. 75 лет минуло с тех пор, когда был развеян миф о несокрушимости немецко-фашистской армии. Началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Тогда в составе 4-й дивизии народного ополчения более 600 щелковцев приняли участие в кровопролитных боях, прошедших на территории Нарафа-Минска. 24 ноября представители Щелковского района присоединились к торжественному митингу, посвященному памяти павших. Уважаемые гости из Щелково, мы очень рады Нарафа-Минску, что вы приехали в город Нарафа-Минск, в город Подмосковье. Это не простой город. Это город воин, город-труженик, город воинской славы, город-защитник от войны. После 17 октября Нарафа-Минск подвелся жестокий бомбардеротик. Разрушены здания и были жилые, помышленные, погибло много людей. А 22 октября в юго-западной и северной части города завязались ожесточенные бои. На защиту Нарафа-Минска встала 1-й московской мотострелковой в Гвардейской дивизии. Слава вам павшая, слава умершая, вечную память поет вам народ. Жизнь защитившая, нас сохранившая, память о вас никогда не умрет. Из Челковского муниципального района был сформирован батальон 600 человек, которые участвовали именно в боях под Нарафа-Минскому. И я могу сказать, что тот героизм, который они проявили и те жертвы, которые они понесли в первых боях, говорит о многом. Из более чем шести сотен челковских ополченцев с войны возвратилось не больше 20-ти. Отдал свою жизнь на фронтах и отец Нины Ивановой. Покинул родной город в составе батальона народного ополчения 6 июля. Нина Ивановна вспоминает странный контраст. Теплый июльский день, который на всю жизнь оставил горький осадок. С шестого, когда мама с работы шла, она прибежала скорее и говорит, быстрее, 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 потому что идет народное ополчение. Плач жен и детей. Вот это, верите или нет, прошло 75 лет, но я когда прохожу в городе Щелково, в двух местах, я это вижу сейчас, как будто бы это было вчера. Годовщину контрнаступления в Нарофоминске отметили также особым творческим событием. Здесь прошел зональный этап эстафеты ветеранских коллективов Московской области, фронтовые концертные бригады боевыми дорогами Подмосковья. На сцену вышел и коллектив из Щелковского дома культуры имени Чкалова. Представители ветеранских организаций продемонстрировали, насколько ценен был труд фронтовых концертных бригад в годы войны. исполняли величайшие произведения, посвященные военному времени. Милый образ мечтал, ты голубий, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. А немела, замерла без слез, босиком, в одной рубашке рваной Зою выгоняли на мороз. И своей летающей походкой шла она под окриком врага, тень ее, отчертанная четко, падала на лунные снега. Также в зональном этапе творческой эстафиты приняли участие ветеранские коллективы городских округов Королев, Красноармейска, Орехово-Зуево, а также Нарфаминского и Павлово-Пасадского районов. Лучшие фронтовые бригады впоследствии смогут выступить на большом концерте в Москве. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.